Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 26 лет, молодой человек сделал мне предложение в апреле, в мае познакомили наших родителей друг с другом. Сразу сказали, что планируем свадьбу в начале июля. Решили съехаться с разрешения моих родителей, я с отсылкой, что два месяца ничего не решал. Через две недели после предложения и сразу начали готовиться к свадьбе. Подавчера сделали обручальные кольца. Мама заявляет, что мне эта ценность не привилась в нечистка праздника, что у вас все неправильно. Нужно было съезжаться после заключения брака. Поэтому мог к нам такое отношение, наших, его родителей и прочих. Мои доводы воспринимаются с обидами. Живем в моей квартире. Как правильно реагировать, чтобы избежать конфликта? Ну, давайте для начала рассмотрим, скажем так, составляющую конфликта. То есть, что есть конфликт? Это первое. Ну, вот, что такое конфликт? Конфликт это когда две стороны, да, давят друг на друга. Соответственно, почему в ситуации, в которой вы описываете, должен быть конфликт? Ну, в смысле, почему он должен быть конфликта? Мама, ваша мама, высказывает свою позицию. Ну, плохая она эта позиция, хорошая ли она эта позиция. Не так важно. Она ее высказывает. Ну, она высказывает ее, потому что имеет на это право. Она может высказывать свою позицию. Она может ее выражать. Вопрос, на мой взгляд, заключается несколько в другом. Как вы реагируете на это, что, по вашему мнению, должен быть конфликт? Ооо. Не будет конфликта. Никакого конфликта не будет, если вы, собственно говоря, не будете реагировать. На то, как откликается мама на то, что вы делаете. Вот, есть один важный момент, на который мне хочется обратить ваше внимание. Какой это момент? Это момент того, что вы съехали со своим молодым человеком с разрешения, как вы говорите, родителей. То есть вам, для того, чтобы съехаться, нужно разрешение вашей, ну, вашей мамы или ваших родителей, неважно. Расскажите вопрос. А почему так? Почему вам нужно разрешение ваших родителей? Вот. С чем это связано? Что вам нужно разрешение ваших родителей? Вот. На это я бы и хотел, в первую очередь, обратить ваше внимание. То есть, вас не смущает, вас не смущает тот факт, что вы, как бы, нуждаетесь в разрешении, в одобрении родителями вашей, ну, вашего выбора, давайте, вот так скажем. Вот. Это дело касается, в общем и целом, ну, целиком и полностью, как бы, вашей жизни. Да? Ну, по факту. Вот. Вас это не смущает, вас это не смущает? Вот. Но это я бы хотел, конечно, чтобы вы обратили свое внимание. Дальше. Чувствия вины. То есть, вот вы. Пишите, значит, что вот мама заявляет, там, мои, ее, ваши доводы воспринимаются с обидой. Вот. Обида, это, чтобы, чтобы вызвать у вас чувство, как раз таки, чувство вины. Вот. При этом вы даже, вероятно, сами, внезапно замечаете, что ваши родители сначала вам разрешают снижаться, а потом, как бы, обижаются, то есть, меняют свое мнение. Ваша мама говорит, что ценность, ну, вот, определенная ценность, да, вам не привилась. Ну, вероятно, это действительно так. Может быть, вам будет проще и легче, если вы сможете признать, что действительно ценности у вас с мамой разные. Ну, пока вы этого не признаете. А, пока вы, значит, спрашивайте разрешение, вы, будучи взрослый, и, как я понял, имеющие, значит, ну, вот, свою квартиру, да, то есть, вы имеете свое жилье, и вы, тем не менее, спрашиваете, можно ли мне съехать. Вот. С тем, кого вы любите, например. Ну, и вот отсюда вопрос, собственно. Вас ничего не настораживает. Вас ничего не не вызывает вопросов. Ничто не вызывает у вас вопросов? Вот что хотелось бы спросить. Вот и все. То есть, ваша мама, она поступает так, как считает нужным. А вы, в силу своей неуверенности в себе, в силу того, что, ну, скажем так, не говорите ей о том, что важно для вас, вы не можете так поступать. Ну, вот. Почему-то. Понимаете, да? Какая штука. И волей-неволей это становится камнем преткновения для ваших отношений с мамой. Потому что, ну, раз вы просите у нее разрешения, точнее, раз вы спрашиваете у нее разрешения, то почему бы ей в таком случае вам на самом деле что-то не запретить. Ну, если вы спрашиваете разрешения и так, вот такая вот история. То есть, вопрос здесь заключается в том, что вы не уверены в себе. Ну, вот. Вопрос здесь заключается в том, что вы не даете в одобрении своих родителей. Вопрос здесь заключается в том, что слишком много в данном ну, в данном случае, да, слишком много как бы третьих лиц участвуют в вашей личной жизни. Понимаете? И вы чувствуете вину. Что такое в данном случае чувство вины? в данном случае чувство вины это подавленная ванная злость в ответ на нарушение в общем и целом личных границ вашей мамы. Вот. То есть, мама нарушает вашей личной границы своими действиями, да, своими поступками, вот, она нарушает их. Вы это подавляете, ну, подавляете, вот, скажем так, недовольство этим. Вы подавляете недовольство свое. мамином, скажем так, поведение. Вот. И это уходит глубже в вас, внутрь, превращаясь в чувство вины. Как раз. Вот и все. Вот и все, и все, и все, с этим можно наработать, значит, заменьшать это чувство, выращать его, в том числе, маме, и больше опираться на себя. Также, посмотреть на то, чего вы боитесь. А боитесь вы быть плохой дочери. И боитесь признать, что у вас другие ценности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.